Я такие вещи не упускаю. Уважаемого гостя, я прошу еще раз рассказать, как вы. Ну, короче говоря, парень из Западной Украины работал в польском саду 30 дней. И он сказал, за 30 дней он обрабатывал пестицидами, химией, то бишь, 32 раза в сад. Я говорю, почему 32? А мы обработали, и дождь пошел. Ну, и поэтому по-новому. Представляете, что в этих польских яблоках мы в итоге получили? Понятно? Именно. То есть наши-то самые здоровые оказываются. И у нас все экологически чисто, потому что у нас просто нет денег на обработку. Ирина Александровна, скажи, сколько раз мы за эти годы обрабатывали? За эти годы ни разу не обрабатывали. Сколько миллиграмм мы потратили? Ну, 2 миллиграмма у нас было, лотара. Мы его потратили на все вот эти вот грядки, которые там около оранжевого дома. Юйцо. Это питомник. Питомники только. А взрослый сад не грабы? Ну, 30 дней 32 раза. Поэтому он сказал, я польских яблок не покупаю. Вот это интересно. Это хорошо еще, если тебе напишут, что действительно Польша. А напишут Белоруссия, и ты будешь думать. Ну да, наверное. Он работал. Понимаешь, вся западная Украина на пизнике, на яблоках, на черешне и польских. Там же Польша занялась садоводством серьезно. И западная Украина вся там подрабатывает. Ну, зато сейчас мы из Польши ничего не везем. А как в Белоруссии эти морепродукты выращивают? Ну, уже закончились, да. Закончили? Ну, молдавские яблоки, я всегда покажу. Молдавские яблоки есть? Есть, давай. Я не знаю, мне почему-то на молдавские яблоки не делают. Так, у меня вас прошу еще раз рассказать, как вы боролись с помощью. Был я как-то в Москве, в парке, недалеко от живописной улицы, и обратил внимание, что сосны высохшие были. Я все думал, из-за чего они высохли. Из-за жары не может быть. А потом я у себя на участке сажал тоже четыре сосны, у меня растут. И обратил внимание, что ветки такие аж черные. Я подошел, смотрю, все ветки гусеницами. Это гусенкопряд. Не знаю, шелкопряд. Причем птица не может съесть. Птица подлетает, они так раз встают, и птица убегает. Я сначала собирал, собирал, собирал ядро с водой. Думал, ну внизу соберу, а вверху как? И они прямо вот эту всю хвою съедают, ветка остается голая. Хвою едят? Да, они хвою съедают. А как я прожил жизнь и не знал, что хвою съедут? Шелкопряд, шелкопряд. Нет, кроме шелкопряд. А вот такая гусеница большая, я ее видел? Нет, маленькие, вот такие вот, совсем маленькие. Я же говорю, птицы хотят... Они клубками как-то. Кубками, вот. И я думал, как это, химия, не хочу действовать ничего. Я думал, как можно сделать так это, народными средствами. У меня рос чистотел. Я взял чеснотел, накрошил, ведро насыпал, воды залил. Вот, и думал, надо еще что-нибудь добавить. Я добавил чеснока, второе ведро накрошил, воды залил, неделю настаивал. Потом пополами, ну, процедил, пополами смешал. И брызгалкой все эти гусеницы поливал. Они прям грозами сползают. И все, у меня все сосны очистились. То же самое я делал на кедре. Какие-то цветные были большие гусеницы. Они внутри прогрызали стволики. И они так, стволики, опускались постепенно, как розы без воды. Я тоже поливал этой жидкостью. Все, они все погибли, эти гусеницы. Веточки опять укрепились, встали. И вот эти вот, плю, тоже думал, чем. Тоже этим же средством нормально. Вся тля исчезала. А где это? В Московье. В Московье. У нас, по-моему, нет такой проблемы. Шо, капряд? Нет. У нас все столбы съели. Здрасте. У нас все столбы съели вообще. Голые стоят. Черемуха голая. Лиственницу съели всю. Пихту съели. Вообще, сейчас мы вот заново лесовосстановлением на столбах высаживаем. А где я все это время был все эти годы? Заповедник столбы. У нас половина там съедена. Сейчас мы прямо восстанавливаем. Это сколько лет тому назад? Так это медленно восстанавливали. Я сейчас скажу, сколько это было. Года, наверное, 3-4, может быть, 5 назад было. У нас потом жук типограф тоже. Он все елки съел и пихты. Ну, это уже начали там подрубать. Ну, кроме как химическая обработка от него никак не избавиться. Ну, в заповеднике нельзя такие виды обработок проводить. То есть, это просто по законодательству запрещено. И все. Вот поэтому так вот. Мы все время высаживаем каждый год по многу кедров туда. Выращиваем их с закрытой корневой и уносим в лес и там рассаживаем. Я считал, что те специалисты, кто занимается хвойниками, не то, что бездельники, но им вообще надо... У них белая шутта, бурая шутта, это такие, как бы, снежная плесень. Махваты шлипят. Ну, вот они такими прям белыми. Или не махваты, белесы покупают. Ну, короче, вот, очень они вредят. И работы очень много. Да, называется шелкопрядом. Ладно, ладно. Тогда, раз уж ты работаешь в университете, который к этому имеет прямое отношение, скажи, пожалуйста, это ошибка или нет? Я все время был в шоке. Американцы уничтожили у себя черную смородину, потому что она уничтожала белоствольные сосны, на которые перекидывались грибы. Я, честно говоря, про это не слышала, чтобы уничтожали смородину. Уничтожили смородину. В Америке смородины нет. Не знаю. Я, кстати, слышал, что американский клен нельзя сажать, чтобы после него потом ничего не растет. Ну, и, во-первых, он очень, такая экспансия у него сильная. То есть он выдавливает все остальное и растет сам хоть где, хоть никаких североамериканский клен. А ты отпильнулась сиропом? Да, да, да. Ну, он у нас везде, за гаражами там. Его завезли сюда и посадили. Да, это прям биологическое оружие. Его надо уничтожать. Биологическое оружие, настоящее. Как и клещи. Да. Ну, так же случилось с яблонями. И с яблонями тоже. Итак, мы, так как съемку начали позже, я возвращаюсь к яблоням, потому что это все звенья одной цепи. Уже скоро заговорят о биологическом оружии по уничтожению фруктовых деревьев в России. Заговорят? Наверное. Как случилось, что сотни тысяч, если не миллионы, яблонь, было уничтожено с помощью невиданной инфекции. Явно биологическая основа. Вот. А вы сказали, а мы будем возрождать деревню вместе с яблонями. Значит, мой совет, яблоней вообще не заниматься, ни одной не садить. Понял. Понял. Вот. Есть прекрасный заменитель. Это груша. Вот. Слива. Ну, слива, конечно, это подальше. Может, слива китайская хорошо пойдет? Нет. Вот все, что иностранное, она плохая. Нет. И мне это в виду слива уссурийская она. Яблонь. Извини, Лен, перебивай. По поводу яблонь. Я однажды покупал в питомнике, там, в Подмосковье, яблонь называется скала канадская. Я купил вот такой вот саженец, одна веточка за 80 рублей, и посадил осенью. А на следующий год дала одно яблоко. Мы его с женой, с мамой съели. На следующий год дала три яблока. На следующий год дала семь яблок. Я удивлялся, я думаю, оба, она какая яблоня. Я еще от соседей в глубь участка посадил ее, пересадил. И она вот так вот каждый год по возрастающей давала яблоки. И когда вот торфяники у нас горели, она не дала ни одного яблока, когда торфяники горели. И после этого она начала болеть, кривые яблоки. А вообще такой вкус сочный, такой хрустящий, кисло-сладкий такой прям. Я только доволен был. Я вообще первый раз видел, чтобы яблоко мне давало каждый год урожай. Это вообще какая-то сказка. Вот некоторые сорта, которые не имеют периодичности в плодоношении. Может быть. И один раз мне мама даже говорила, подставь палки под ветки. Потому что столько было яблоки, я даже не знал, куда их девать. А сорт цокола вы слышали про такой? Нет. Что канадский он? Я тоже не слышала. Ну, может быть, они что-то придумали, но очень вкусные яблоки. В общем, я веточки с ней убрал, но они тоже не проросли. Я могу, конечно, тех ребят, которые у меня купили этот домик, у них заказать еще эти ветки. Ну, не знаю, как оно будет выглядеть. Возьмешь на себя, я закажу веточки, попробуй прорастить их. Ну, можно. Попробуем? Интересно. Закрепляемся, возвращаем. Нет, пока она уже мрыгает, да? Ну, только она уже только подзародилась чуть-чуть. Так. Давайте поговорим, пока мрыгает. Значит, так. Может, вам там, в этой деревне, все-таки развести ягодники? Там, смородину и то, и другое. У меня мечта жимолости. Жимолость. Я сейчас собираю жимолость везде. Вот мне пять кустиков подарили. Обращайся ко мне. У меня 12 сортов жимолости. Вот у меня мечта их, чтобы было сортов 100. Их же вообще всего 300, да, где-то сортов. Вот мне хочется, чтобы было много-много жимолости. Я не знаю, почему мне жимолость нравится все. Вот мне нравится еще голубика. Ну, голубику надо здесь выращивать на специальных грунтах, либо садить ее в такие емкости, как такие тряпочные пакеты, мешки, либо делать специальные траншеи и в них делать специальный грунт для них подходящий. А вообще есть... Нет, это голубика лесная, а то голубика топинная. Она вот такая крупная и на одной гроздочке там 15-20 ягод, причем они зреют не одновременно. А есть белые, есть фиолетовые, есть красные. То есть не надо в один день резко идти и всю плантацию собирать. Можно, ну, так, как бы растянуть период плодоношения. Так, сейчас закончится съемка из-за того, что родилось. В общем, жимолость, смородину всю. Хочется, чтобы вся смородина была. А ну, крыжовники, они очень. Вот, жимолость и смородина, мне больше всего интересно. Хорошо. Это уже второй фильм, представь гостя. Этого гостя зовут Сахаров Евгений Александрович, поселок Арбаты, Таштыбский район. Так точно, Хакасия. Хакасия. Человек хочет возродить деревню Воскресенка. Там совсем осталось мало жилых дворов. И он хочет там сейчас заложить сад. И, в общем, очень к этому стремится. Ну, все, я, наверное, выключу. Все. Павел Константинович, ну, вот вам этот сад, который сожгли... Павел Константинович, ну, вот вам этот сад.